Девушки отдыхают Я хочу сегодня с вами вместе говорить на тему, которую я назвал «Я жертва». Очень такая вызывающая тема, но на самом деле насущная тема. Друзья, в жизни каждого из нас происходят события, которые причиняют тебе боль или мне боль. Некоторые из них проходят достаточно быстро, а некоторые оставляют глубокие раны. Однако тот, кто смог восстановиться быстро и идти дальше, как-то в его жизни все-таки складывается чаще всего лучше судьба, чем у того, который оказался под жестким прессом своих внутренних противоречий, болей, обиды, несправедливости, и не смог справиться с этим. Некоторые из нас чувствуют себя жертвой. Очень интересно, но это чувство, это чувство приходит к нам очень незаметно. Я уверен, что никто из людей, думающих, не решился бы вот сказать, что я хочу прожить жизнь, ощущая себя жертвой. Есть другие, которые смогли справиться с этим, как бы вроде справиться, и у них напротив, теперь внутри устойчивая такая вот ситуация по поводу всего, что происходит. Они как в бункере в каком-то, а там внутри что-то варится. Там зло, горечь, боль, непрощение и неверие, недоверие никому. Знаете, друзья, люди такого склада, или которые оказались в этой ситуации, они ощущают усталость и бессилие. Я ничего не могу изменить. Я все, что могла, я делала. Я продолжаю верно делать. Бог видит мое сердце, я жду праведного Божьего суда. Это то, что в сердце у людей. Часто я слышу это и вижу это. Самое удивительное, что каким-то образом за эти годы эти люди уже и привязываются. Знаете, есть такой шведский синдром. Это когда мучители и их жертвы как будто сплелись в что-то единое и общее. И был момент, когда уже жертвы, они оправдывают своих мучителей, они любят их. Некоторые из них даже замуж вышли за них. И они уже не представляют себе жизни без мучителей. Друзья, я, может быть, далеко очень пошел, но я хочу сказать, что глубоко внутри корень проблемы. Вот здесь внимание. В чем корень проблемы? В том, что человек не смог принять полноту жизни во Христе Иисусе. Я еще раз это хочу показать, проиллюстрировать, не просто словами или формулами. Я покажу вам несколько примеров этого. Вы знаете, наш Бог дает всю полноту свободы и исцеления. Это ошибка, когда ты ждешь, что твой мучитель, обидчик или муж, который не проявляет тебе должного, может быть, отношения. Между прочим, в той истории, которую я, значит, рассказал, я не назвал бы этого мужа, что он какой-то там, сильно там, какой-то мучитель. Просто мужичок, который просто, как бывает часто, особо там и не вкладывает свое сердце в семью, в любовь. Но она чувствует себя жертвой. Многие женщины живут с еще более худшими мужьями, но они не чувствуют себя жертвой. Они счастливы. Их счастье, похоже, как-то глубже, чем просто от мужа получать. Их счастье куда-то, где-то, как-то они откуда-то получают. Эти импульсы удовольствия от Бога, они получают его. И так, я очень важно хочу показать, чтобы вы это увидели, что когда вы по-настоящему приходите к Богу, есть целый пакет того, что мы понимаем под верой в Бога, под принятием Иисуса. И часть этой жизни – это свобода от того, чтобы чувствовать себя внизу, в стыде, в вине, в боли, во зле, в горечи, чувствовать себя жертвою. Итак, друзья, хочу сказать о том, что причины, конечно, могут быть самые разные. На самом деле, если еще раз посмотреть на это, то чаще всего причиной является их детство. То есть в детстве они не получили того должного принятия и любви, которое бы дало им образ Отца. И теперь, приходя к Богу, они на подсознание переносят образ своего земного Отца, или даже отсутствие образа Отца. Они переносят его на Бога и не могут принять так. Не могут. Еще раз повторю одну мысль. Не ждите, что ваши обидчики попросят у вас прощения, и тогда вы простите. Если мы будем ждать, когда они попросят у нас прощения, помните, Иисус висел на кресте. Он что сказал? Знаете, ребята, я до вас доведу, что вы сделали со мной. И когда вы поймете, попросьте прощения, я вас, конечно, прощу. Никакой справедливости там нет. Безгрешный, святой, непорочный Сын Божий отдал себя, и он не ждал. Он сказал, Отче, прости им. Они не знают, что творят. Вот это правильное отношение. Я хочу дать вам несколько примеров. Один из них, из Библии, пример. Молодая девушка, богословая, говорят, ей было, наверное, 15-16 лет. Рассвела, как цветочек, счастливая, порхала дочь царя, папа царь. У нее был родной брат, его звали Авесолом. И у нее был сводный брат, его звали Амнон. То есть по папе брат, по маме мама другая. И Амнон смотрел на нее и влюбился в нее. Влюбился так сильно, что не знал, что делать. Вообще даже кушать не стал. Так сильно, ну красавица. Ну просто, ну эта похоть его просто мучила. И он пришел к одному из своих друзей. Берегитесь, когда у вас есть друзья, потому что некоторые из них такие коварные и плохие. Они просто вам дадут совет, который никаким образом не нужно исполнять. И будьте очень избирательны к друзьям. Он пришел к другу своему и говорит, слушай, ну просто все, не могу, сохну. Умираю вообще, что мне делать? Хочу ее, хочу помарить девушку, хочу с ней переспать. И он говорит, знаешь что, я тебе скажу, что ты сохнешь-то? Давай сделаем такую вещь. Ложись, скажи, что ты заболел. И попроси, чтобы она пришла, приготовила тебе покушать. Вот когда она придет к тебе в комнату, принесет тебе покушать, ты тебе кушай, закрой, и ты просто ложись с ней, делай все, что хочешь. Все, что тут, все просто. И он поддался на это. Библия говорит, что когда он схватил ее, то она сказала, нет, брат мой, 12 стих, 2 книги Царств, 13 главы, нет, брат мой, не бесчестий меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты, ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с старем, он не откажет отдать меня тебе. Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, изнасиловал ее и лежал с ней. Потом возненавидел ее, а мной он величайшую ненавистью. Так что ненависть, которую он возненавидел, была сильнее любви, какую имел к ней. Вот что такое похоть. Люблю, люблю, ненавижу. Все, ненавижу, не хочу. И все, простите, но это похоть. Есть разница между похотью и любовью, тем более любовью, которая от Бога. Здесь описана похоть, и здесь показана вся ее сущность, этой похоти. И сказал ей Амнон, встань, уйди. Амнон сказал ему, нет, прогнать меня, это зло больше первого, которое ты сделал со мной. Но он не хотел слушать ее, и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, прогони эту от меня вон, и запри дверь за нею. На ней была разноцветная одежда. Она выходит, на ней разноцветная одежда. Ибо такие верхние одежды носили царские дочери девицы. И вывел ее слуга вон, и запер за нею дверь. Во всем народе, сотни тысяч людей, миллионы людей, миллионы людей, всего несколько человек, которые носили эту одежду. Она царская дочь. Все улыбаются ей. Все рады ей. Она красавица. Она, у нее только начинается жизнь. Ну, вот что сделал брат. Ну, она одевает царскую одежду. Красивую, разноцветную. Выходит. Идет и плачет. Там история идет дальше. Двадцатый стих. Обратите ваше внимание. Сказал ей о весолом. Брат ее родной. Когда он услышал все это. Он сказал, слушай, не брат ли Амнон был с тобою? Вот здесь внимание, что он говорит. Совет. 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 Теперь молчи, сестра моя. Он брат твой. Не сокрушайся. Сердцем твоим об этом деле. Стоит точка. И вот, что сказано о ее судьбе. И жила Фомарь в одиночестве в доме о весолома брата своего. Фомарь, а почему ты живешь в одиночестве? Фомарь, а что случилось? Ну, да, случилось. Ужасно. Фомарь, ну тебе пятнадцать-шестнадцать лет. Фомарь, ну на тебе все еще разноцветные одежды. Фомарь, ну солнышко светит. И для тебя тоже. В его лучах тепло. Божья любовь и забота исцелить тебя. Фомарь, вся жизнь впереди. А брат говорит. Вы знаете историю, что брат вообще-то два года вынашивал план. Он настолько принял это, как будто его обесчастили. Мою родную сестру обесчастили. Он настолько обозлился. Он настолько закрылся. Он настолько вообще вот весь, что через два года он убил этого Амнона. Подожди, а как судьба девушки-то? Девушка-то, а? А девушка дожила свой век в одиночестве. Только потому, что приняла этот образ жертвы. И сроднилась с ним. О Господь. Это слово кому-то из вас. Вам нужно просто отказаться. Вам нужно уйти как можно дальше. Вам нужно увидеть. Вам нужно закрыть эту дверь. Вам нужно внутри возненавидеть. Есть такая фраза, которая мне очень нравится. Перестать поглаживать свои раны. Пастырь, у меня такая боль. Перестать поглаживать. Пастырь, ты знаешь, когда я была девочкой еще? Пастырь! Подожди, сколько лет тебе сейчас? Пастырь, ты знаешь, что мой отец? Мой отец бил. Мой отец сто. Мой отец маму бил. Мой отец сто. Мой отец... Подожди! Ты уже взрослый. Ты дяденька уже. Я помню, однажды я общался с одним человеком. Мама просит, пожалуйста, пастырь, помогите. Он закончил. У него несколько высших образований. Он никак не может жениться. Он не может как-то, никак устроиться. Как-то у него не ладится в жизни. Помолитесь о нем. И я спрашиваю, сколько вам лет? 37 лет. И мама ходатайствует о нем. Друзья, подожди немного. Вы знаете, у него такое трудное было детство. Мы так много переезжали. Мы столько перенесли. Подожди немного. Может, пора закрыть эту дверь? Ты жертва, перечеркни это. Я не жертва больше. Какая разница, что у меня было в детстве? Какая разница? Знаете, когда мы делаем конференции и приглашаем, придите, пожалуйста, если вам нужно освободиться. Освободиться от боли прошлого. Я заметил за эти годы, что есть люди, которых мы иногда называем между собой пастыри, как дежурные. Которые регулярно и постоянно приходят на одну и ту же самую нужду. Возникает вопрос, или ваш Бог мертв? Если Он жив, то почему Он вас не исцеляет? Почему Он вас не освобождает? Почему Он не дает вам уйти от образа жертвы и жить в победе, в радости? Ведь Он Бог. Потому что мы поглаживаем раны, пастырь. Потому что мне уже нравится это состояние. Чуть-чуть болею. Чуть-чуть неплохо. Ну, пожалейте мне немножко, пастырь. Чуть-чуть пожалейте мне немножко. Друзья, вот так было с Фомарио. Я дам вам еще несколько примеров. Один из них это Давид. Вы знаете эту историю? Парнишка тоже молодой. Тоже 16 или 15 или 16 лет. Нет, вообще самый младший в доме. На младшего все вешали. Младший работал, младший трудился. Вообще отправили пасти овец. Самая низкая работа. Иди пасти овец. Иди в поля себе там бегать за овцами. И все. Принеси нам только мясо, когда нужно там. И там, когда праздник приди там и так далее. И вдруг в эту деревню Вифлеем заходит, приходит пророк. Это больше, чем царь, больше, чем президент. Пророк это человек, который говорил от имени Бога. В Библии сказано, что тот пророк, его звали Самуил. Каждое слово, которое он сказал, оно исполнилось. Не было ни одного слова, которое сказал Самуил, который бы не исполнилось. Я хотел бы, чтобы мы в наши дни имели такое чистое от Бога слово. Недомешанное своими какими-то мыслями, планами и так далее. Чистое от Бога слово. И так Самуил приходит. И Самуил приходит прямо в дом отца Давида. И весь город стоит на ушах. Весь город просто, весь город, что такое? Пророк пришел к нам. То есть люди все просто здесь, никто не работает. И спрашивает его, как только он зашел в город, с чем ты пришел? Может быть, что-то Бог сказал? Может быть, конец нашей жизни? Что Бог сказал? Он говорит, я с миром пришел. У меня жертва здесь перед Господом. Я хочу жертву принести. Ну, тогда так выражали к Богу любовь. У меня мирная жертва. Хорошо, мы все смотрим, мирная жертва в нашем городе. К чему, как? Он приходит в дом. И в доме восемь детей. И заходит и говорит, что я пришел к вам. Бог среди ваших сыновей сказал мне помазать в царя. В царя одного мальчишку. Вы знаете эту историю? Отец подводит старшего. Бог говорит, это не он. Следующего, следующего. Бог говорит Самуилу, не смотри на высоту его. На красоту смотри на сердце. Я, Бог, смотрю на сердце. Всех подвел. И никого нет. Никого Бог не указал. И все. И уже обед подают. Библия написана Самуилу сказала, я не сяду до тех пор, пока вы не приведете мне еще. Есть кто-то еще? Точно есть. Забыли. Как тебе нравится вообще это? Как тебе нравится это? Когда про тебя даже забыли вообще. Точно как его там? Как мы его назвали младшего, который там в полях где-то у нас? Есть же, живой же. Среди овец. Давид его зовут. Точно, точно. Пойдите, пойдите быстро приведите. В кушать-то хочется. Приведите. Где-то не очень далеко здесь спасет. Приведи. Привели. Давид пришел. И Самуил говорит, это он. Помазал его. Чуть время проходит. Давид помазанный на царя. Единственный человек в Израиле, кроме действующего царя. Весь город. О-о-о. Пришел Самуил помазать мальчишку. В царя. В царя. Весь город. О-о-о. Вообще. И что? Ушел Самуил. А Давид, отец. Иди овец посе. Чего тут сидишь? Мазанный, помазанный. Иди посе овец. И прогнали его. Пошел. Пошел. Вытес от елея помазания. От пророческого слова. От всего. И пошел посе овец. Как тебе нравится это вообще? Потом приходит война тут. Приходит на поле боя. Потому что отец сказал принеси покушать. Приносит покушать туда. И тут этот филисимлянин выступает. Он говорит, что будет там у человека, который убьет его? И братья услышали. Говорят. Эй, пацан. У тебя дурное сердце. Вообще. Ты чего говоришь? Ты. Он воин от юности. Он говорит, так не слова ли это? Давид с детства был отвергнут. И это не помешало ему не быть жертвой. Столько гнали его. Царь Саул столько гнал его. Знаете, что помогло Давиду? Он сказал такие слова. Мама, ты Бог мой. Ты ныне родил меня. Он получил это откровение. Я твой. Ты сказал, я сын твой. Ты сказал, я сын твой. Я хочу привести вам пример. Когда еще мои дети были, наши дети были еще маленькие. Иногда мы засиживались допоздна. Какие-то сложные вопросы. Я помню, сидим уже, все кофе выпито, весь чай уже, все. Секретарь сидит, бедный, там 11 вечера ждет, когда этот совет пастырский закончится. И решения никакого нет. И мы такими длинными лицами. И мы молимся, уже молились. И решения нет. Мы не знаем, как поступить правильно, как в той, в другой ситуации. И вот прямо среди вот этого такого тяжелого рождения, решения правильного, открывается дверь и забегает ребенок, девочка наша Вигея. Папа, папа, а ты домой скоро пойдешь? Она вылазит просто на коленки мне. Ей все равно, что здесь пастыри, что мы здесь как. Не, она уважает пастыра все. Но она дочь. Я помню, она села на столик прямо передо мной. И всем своим видом она говорила, я не проблема. Чего ты такой грустный? Чего у тебя так много проблем вообще? Я не проблема твоя. Я твое благословение. Я твоя дочь. За ушки там. Пошли домой. Пошли домой. Давай, папочка домой. Почему? Она получила, она знала, что она любимая дочь. Точно так же знал Давид. Я дам вам три шага. Как бы я сказал, как я построил, как бы я вышел бы с этой ситуацией жертвы. Простые шаги. Первое, простить. История с Фомарью. Знаете, почему такая? Ни Авесолом, ни Фомарь не смогли простить бесчестие Аннона. В результате, знаете, что происходит, когда вы не прощаете? Когда вы не прощаете, послушайте, что говорит Иисус. Иисус говорит так, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Злой человек из злого сокровища своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Теперь внимание. Когда вы не прощаете, что вы делаете? Вы берете боль, предательство, не знаю, чего там, насилие, грубости, там, чего угодно. Боль, и ее зажимаете в своем сокровище. Вы закрываете его, эту боль. В чем здесь изюминка? Боль не статична. То есть, да, не статична. Она динамична. Она все время развивает. Это как что-то живое. Вот спрятать что-то живое. Оно все время у тебя есть. Оно все время есть. Ты вот туда вниз, оно все время у тебя есть. Оно все время у тебя есть. И поэтому Иисус говорит, что добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. А человек, который чувствует себя жертвой, обиженным, с ним несправедливо поступили, что выносит. Да и выносит это. И говорит, все вы несправедливые. Никому не верю. Никым политикам не верю. Никаким начальникам не верю вообще. Никому не верю вообще. Там пасторам не верю. Никому не верю вообще. Я знаю, я прошел или я прошла. Итак, почему так важно простить? Потому что непрощение разрушит вас. Вот эта динамика внутри разрушит вас, как разбитый сосуд внутри, пустой и опустошенный. Вот таким оказывается человек. Итак, простить. Второе. Научиться принимать безусловную любовь. Я дам вам несколько текстов из Библии, которые всегда меня согревают и вдохновляют. Смотрите, Бог говорит через пророка Осию. Он говорит, что я поселю ее для себя на земле и помилую непомилованную и скажу не моему народу, ты мой народ. А он скажет, ты мой Бог. Вот я не знаю, вот этот диалог должен произойти между тобою и Богом, когда уже нет никаких посредников. Когда ты дома, наедине, или в пути, или где-то, может быть, где-то уединился, или утром проснулся, или среди ночи нету сна у тебя, у тебя должен произойти вот этот диалог, диалог, когда бы ты услышал от Бога, ты мой, ты мой сын возлюбленный. Как Давид это услышал там, когда посовет, ты моя дочь. И ты в ответ, в ответ, в ответ скажешь, а ты мой Бог. Ты мой Бог. Ты мой Бог. Ты не чужой. Ты не Бог пастыря, церкви людей, кого-то. Ты мой Бог. Вот здесь можно чувство собственности иметь, да. Это мой Бог. Это Он меня щадит, защищает, милует, прощает. Это Он меня исцеляет. Это Он помогает мне закрыть эту дверь и выбросить этот образ жертвы. Это мой Бог. У многих людей вот этого момента не происходит. Они слышат, Бог говорит, дочь моя, а вы как ежик, какая дочь твоя? Если я дочь твоя, почему такая у меня жизнь? Смотрю на себя в зеркало, посмотри. Разве я твоя дочь? Ты так заботишься о своей дочери? Ропот. Стоп. Ведь это ропот. Ведь это грех. Знаете, в основе вот этой, вот этой всей гендерной политики, которая сегодня в мире просто все больше и больше захлёстывает в новые страны, лежит вызов и бунт против Бога. Я не согласна, что ты сотворил меня женщиной. Я не согласен, что ты сотворил меня мужчиной. Слава Богу, мы дошли до того, что я могу переделать свой пол. Так думают многие люди. Какой ужас. Какой ужас. Разве это не вызов против Творца, который сотворил тебя? Итак, ты мой. А вы в ответ говорите, ты мой. И я пропускаю какие-то моменты. Третий момент очень важный. Ещё хочу один пример сказать вам. Научитесь принимать ответственность на себя. Итак, первое, это прощайте. Второе, примите отцовскую безусловную любовь. Личные, вот эта вот личная встреча с Иисусом должна произойти. Всё изменится. Одна встреча с Иисусом. Всё изменится. Тысячи проповедений сделают того, что сделает прикосновение Божие. Он касается сердца твоего. Ты мой Бог. Всё. Озарение. Мой Бог. Всё. Я знаю, у меня всё получится в жизни. И третий момент. Возьмите ответственность на себя. Не ищите виновных. Ни папа, ни мама. Ни Бог. Ни ангелы. Ни дьявол. Ни пастырь. Ни политики. Ни муж. Ни жена. Ни дети. Пастырь, если бы ты знал, каких детей мне дал Бог. Какие они вообще. Не хочу ругаться. Подбираю слова. Этой жизни. Так люди часто думают. Нет. 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 Перестаньте винить себя. Или кого-то точнее. Возьмите ответственность. За то, кто вы есть. Друзья. Вы знаете, Ника Вуйчича. Папа был священником. Он присутствовал на родах. Когда он видел, что появилось плечо без руки. Он в ужасе выбежал с родовой. Сказал. И так не зашел. Что это? Медсестра, которая вышла. Назвала его очень грамотно. Тет-тет-тет-тет-тет. Диагноз таков. Он говорит. Подождите, я увидел плечо без руки. У моего сына нет руки? Она сказала. Нет. Рук и ног. Вы знаете, история такова, что в течение месяца, родители не могли принять его. Просто не могли принять. За что? Почему? За что? Как это случилось? За что? Почему? Каким образом это произошло? Сегодня мы все знаем Ника. Когда ему было 10 лет, он хотел покончить жизнь самоубийством. Он... Ну, мысль о том, что его родные все будут очень плакать, какую боль он причинит по нем, все-таки оставила его на земле. Он по уму нормальный. Нет рук и ног. Нет рук и ног. Он нормальный человек. Он не больной. Он нормальный человек. Сегодня Ника знает весь мир. Сегодня политики прислушиваются его. Там нет и малейшей тени жертвы. Пастырь, я жертва. Ты жертва? Посмотри на Ника. Посмотри на Ника. Он мотивационный оратор, который говорит сегодня многим людям. Я еще один пример очень кратенько хочу привести. Человек, который родился. И тоже по имени его видно, что он был колечкой, скорее всего. Потому что мама дала ему имя, в переводе означает сухой, больной. Тоже колечко. Может, какая-то конечность была неразвита, сухая. Обычно дают имена какие? Виталий, жизненный, надежда, надежда, конечно, надежда, любовь. Или Александр, победитель, да? То есть, или Виктор. Ну, то есть, такие имена. Тут мама даже дала имя. Сухой, несчастный, больной. Зовет на обед. Эй, сухой, иди сюда. Кажется, на жизни этого человека ничего хорошего быть не может. Знаете, как в голливудских фильмах? Титаник, как фильм, начинается, да? Там уже все прошло, в возрасте сидит женщина вспоминает. А вот как это было. Вот так же, такой же прием. Они взяли в Библии, из Библии его, да? Написано, Иовис был знаменитее братьев своих. То есть, Иовис по итогам жизни был круче всех братьев своих. Подожди, кто? Вот этот, которого называли сухой больной? Мать дала ему имя Иовис, сказав, Я родила его с болезнью. И воззвал... Десятый стих. Внимание! Здесь очень быстро пройдем пять шагов, которые дает Писание нам на судьбе Иовиса. Возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал... Друзья, взывайте к Богу, когда вы чувствуете, что что-то не так в жизни. О, если бы ты благословил меня твоим благословением и распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спасал ему, чего он просил. Первое. Благослови меня твоим благословением. Второе. Расширь мои пределы. То есть помоги мне внутри расшириться, не быть эгоистом, не о себе только думать. Помоги мне, чтобы у меня характер мой был другим, благочестимым, чтобы я был человеком высокого духа, как Данииле сказано. Помоги мне вырасти духовно, расширь мои пределы, не мне, а не для меня. Расширь. Я хочу этого. Господи. Третье. Твоя рука пусть будет надо мной. Посмотрите на меня. Рука Божья надо мной. Что это? Это водительство. Рука Божья мне так чуть-чуть... Раз, поверни сюда голову, посмотри на это. Посмотри на это. Туда тебе не надо смотреть. Есть вещи, где не надо смотреть. Шоры такие надо, да? То есть, потому что ты увлечешься, и ты потеряешь и силы, и время, и в грех можешь упасть. Вообще туда не смотри. А вот туда смотри. Вот то делай. Рука его была надо мною. Четвертое. Храни меня от зла. Так много зла в мире. И есть люди, которые позволяют, чтобы это зло, боль, предательство, семья, с которой вы вышли, которая не была лучшей семьей, еще какие-то переживания, обманы, там, жесткие какие-то вещи, что бы это ни было, там, насилие, что бы это ни было, вошло в вас. А и овец говорит, а ты меня храни от зла. Это не то, что он где-то там живет на каком-то острове. Он жил, знаменитие всех братьев своих, он жил среди братьев. Но он мог в Боге укрываться от зла. Это зло не попадало в него. И до тех пор, пока оно не попадает внутри тебя, как лодка, которая плывет, до тех пор, пока шторм вокруг, а внутри нет воды, ты не пойдешь ко дну. И пятое. Что бы я не горевал. То есть горечь может просто все перечеркнуть в жизнь абсолютно. Закрыть сердце на ухо. Может просто вывезти тебя из церкви. Что-то не так, кто-то сказал, и ты обиделся, а у тебя горечь пришла. Горечь заставляет людей разводиться, менять партнеров. Горечь заставляет человека менять работу, потому что с ним плохо поступили, не оценили его должным образом. Горечь приводит человека к одиночеству и закрывает, и запирает его внутри со своей проблемой. Вот поэтому Иовис просил это от Бога. Еще раз пять моментов, которые просил Иовис. Я переведу их на наш язык современный. Прими судьбу от Бога. То есть благослови меня твоим благословением. Прими то, что Бог имеет для тебя. Позволь Богу работать над тобой, над характером, расширить твои пределы, чтобы изменить тебя. Молись о сверхъестественном водительстве Божьем, о защите Божьей. Молись о том, чтобы твое сердце было сохранено от горечи. И убегай это, я добавлю от себя, от всякой попытки, вот горечи, непрощению, боли, остаться в тебе. Прощай, освобождай и живи полноценной жизнью.